История преподобной Марии Египетской является одним из ярчайших примеров того, как с Божьей помощью, верой и надеждой каждый человек может вывести свою жизнь из совершеннейшего духовного тупика к свету и спасению. Мария родилась в V веке в Египте и была, что называется, трудным ребенком. В 12-летнем возрасте она сбежала из дома и направилась во второй по величине после Рима город Александрию. Здесь все ее приключения в конце концов привели к глубочайшему нравственному падению. 17 лет своей жизни Мария провела в праздности и блуде, что не было, однако, для этой женщины способом заработка. Она находила в этом единственный и главный смысл своего существования. Однажды она попала на корабль, наполненный паломниками, направлявшихся в святую землю, однако вовсе не поклонение христианским святыням привлекло Марию к этому плаванию. На корабле и по прибытию в Иерусалим она продолжила привычный образ жизни. И такое большое скопление людей лишь помогало ей в этом. В один из крупных христианских праздников вместе с группой паломников Мария ради любопытства решила посетить Иерусалимский храм. И здесь с ней случилось страшное событие. Сколько раз она пыталась войти в храм, столько же некая сила препятствовала ей сделать это. Она натыкалась словно на невидимую стену. Сотни паломников при этом беспрепятственно проходили в храм. Это страшно испугало Марию, и она заплакала. Она увидела в притворе икону Пресвятой Богородицы, и та, которая никогда не молилась, обратилась к ней с призывом простить ее, с обещанием принести покаяние, если ей будет позволено войти в храм. После слезной молитвы Марии удалось войти в храм, поклониться гробу Господнему. И после такого паломничества она кардинально изменила свою жизнь. Мария удалилась в дикую пустыню за рекой Иордан, чтобы уже никогда не возвращаться к людям. Но даже среди пустыни она долго не могла найти покоя. Разгульной жизни в пустыне, конечно же, не было, но куда можно было убежать от собственного сердца, которое помнило все привычки прошлых лет, в котором гнездились все страсти, приобретенные годами неправедной жизни. Прежние грехи терзали Марию и здесь. Бороться с этим было необычайно трудно. И всякий раз, когда силы истощались и покидали ее, она воспоминала клятву, которую дала в Иерусалимском храме перед иконой Пресвятой Богородицы. Она верила в то, что Пресвятая Дева видит все ее мысли, все ее труды, всю ее борьбу и, безусловно, поможет ей. И помощь приходила. Спала она практически на голой земле, в пустыне. Питалась скудными плодами, которые можно было найти в этой земле. И ей понадобилось 17 лет для того, чтобы наконец-то обрести духовный покой и избавиться от прошлого, которое тяготило ее и буквально разрывало сердце. После этого она провела в пустыне еще два десятилетия. И незадолго до своей смерти она впервые встретила среди песков человека. Им оказался странствующий монах Зосима. Мария исповедовалась ему и рассказала историю своей жизни. К тому времени она достигла таких высот святости, что, по свидетельству того же Зосимы, могла переходить по водам реку и во время молитвы поднималась воздух. Имя Мария в переводе с еврейского языка означает «хозяйка» или «госпожа». И вся жизнь преподобной Марии Египетской является ярким свидетельством того, что человек может и должен стать хозяином своей жизни. Вот только распорядиться своей судьбой каждый волен по-своему. Но все же возможность изменить себя к лучшему с Божьей помощью остается для каждого человека на всех перекрестках и поворотах его судьбы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok